На вечер добрый, дорогие братья и сестры. Сейчас я чуть-чуть попробую телефон поставить, чтобы мне и вам удобнее было. Нормально или не нормально. Пока народа нету, но не знаю, нормально это или нет, или опять у нас какой-то сбой. Все-таки заработало, слава богу. Вечер добрый. Думал какой-то сбой. Не получилось у меня, к сожалению, выйти в эфир вчера. Я монтировал видео. Вчера задавали мне вопросы, поэтому я решил и опять смонтировать. Были мы на православном Азове и задавал вопрос нашим хорошим ребятам, православным, арт-группа Ларго, по поводу, как они относятся к батюшкам в сети, в соцсетях. И поэтому выкинул, как вы видели, на стене видео, которое вчера смонтировал. Поэтому у меня не было вчера в эфире. Поэтому сегодня мкаюсь, выхожу, исправляюсь. Ну, если есть у вас уже какие-то готовые вопросы, я готов начать отвечать на них. Вот. Если нет, то, в принципе, можно немножко рассказать о поездке, которая была на этой неделе. По благосоправящей архиерея, Владыке Германа. Мы все епархии, но не только и наши епархии были, и гости епархии. Кстати, пожалуйста, мне напишите, слышно, мне не слышно, нормально ли все, чтобы я понял, а то как-то сразу не все стали подключаться. Может быть, сбой какой-то у нас. Все ли хорошо слышно? Напишите, пожалуйста, нормально? Батюшка, подскажите, какой назад решили тургию про Кимин. Я думаю, это проще завтра уже посмотреть по богослужебным указаниям. Вот. Вообще, хочется поздравить еще раз завтра день памяти святого угодника, одного из самых таких известных в Русской Православной Церкви, да и не только в Русской Православной Церкви, во всей полноте Православной Церкви, святого угодника Серафима Саровского, чудотворца. Чем вас поздравляю и его молитвами. Подкрепи нас, Господи. Можно задать вопрос. У меня есть вопрос, да, пожалуйста, задавайте, Валентина. Пишите. Я так понял, что раз вы уже пишете, значит, меня слышно, потому что я немножко переживал по этому вопросу, что сразу не вышел в эфир, сбой был, поэтому пишите вопросы, буду отвечать. Вот. Ну, пока пишите, я все-таки продолжу рассказ. Православный Азов – это форум, который уже в этом году пятый раз состоялся. Был известный актер, киноактер, это Павел Ярлыков. Потом группа Ларга выступала, изумительная группа, хорошие вокалисты. Рекомендую послушать их песнопения, некоторые я выкладываю на стену себе. Вот. Суть, какая у этого форма? Это просветительская. Тема этого года у нас была столетия, уроки столетия, что в этом году, 17-й год, это от революции до сегодняшнего дня, сто лет мы, как вы с вами понимаете. И какие уроки? Ну, вот общались, и исторические какие-то моменты были, и о изумительной иконе, которую написали к этому году уже, азовской иконы Божьей Матери рассказывали, и на литургии молились. В этом году гораздо больше причастников среди молодежи было. Молодежи до 100 человек где-то было. Не только с нашей епархии, это и соседняя, и Тихорецкая, и с ростовской епархии. Много было, достаточно ребят из других епархий. Форма очень изумительной получилась. Ну, и, я думаю, вдоволь ребята накупались, потому что это проходило в Должанке на берегу Азовского моря. Ну, вот. Так, понравилась вам эта поездка? Ну, поездка, наверное, мне понравилась. Очень, конечно, тяжелая была для меня. Почему? Потому что, может быть, я где-то и покупался, и с ребятами пообщался. Ну, были такие подводные камни, поскольку нужно было смотреть за многими, потому что я отвечал за людей. Во-первых, это дисциплинарный момент, я не мог расслабиться, отдохнуть. За порядком всегда нужно смотреть, потому что беспорядок порождает анархию. Были такие чудотворцы, которые пытались заплыть, чуть ли не доплыть до Мариуполя. Ну, я шучу, конечно, но заплыли так далеко, что ели потом уже плыли на последнем издыхе. Ну, глупость. Не все себя контролируют, свои физические возможности оценивают. Вот. Ездили, пришлось с этим мальчишкой поехать в больницу. У него ракушка в глазу застряла, маленький кусочек. Ну, конечно, все эти моменты, они не всегда давали самому-то расслабиться. Всегда в такой боевой готовности находиться. Так. С праздником. Зачем вы начали заниматься блогерством? Знаете, один из батюшек сказал, что если бы апостолы жили сегодня, то это были самые активными блогерами. Почему? Потому что они несли Слово Божие, они общались с людьми, они показывали своим личным примером. Поэтому и сегодня священники при всей их загруженности, при всей какой-то сторонней, может даже не церковной порой деятельности, которую нужно порой вести, мы должны заниматься этой просветительницкой действительностью. Кому-то это не нужно, он не включит это, ни эфиры, ни видео не посмотрят, а кто-то ищет вопросы, свои ответы. И вот это блогерство дает возможность просвещения, потому что, когда даже сам этим занимаешься, еще больше тебя это подстегивает соответствовать тому, что ты говоришь, не просто на словах, а в первую очередь на деле. Поэтому, если вы заметили, на канале Ютуба, который я вызываю, это видео туда буду тоже загружать потом. Мои видео, они такие немножко разноплановые, не только вопрос на ответы, на какая-то другая и частная жизнь. Вот буду монтировать об этом православном обзове видео. Видео прям так по дням будет. Утром проснулись, что мы делали и тому подобное. Вот. Ну и какие-то бывают вопросы, которые задают, и я их снимаю. Просто не так очень много времени, хотелось бы больше этому уделять. Внимание, материалов очень много. у меня вот телефон на этом форуме 12 гигабайт отсняли, нафотографировали. Телефон уже просто забит память и уже почти ничего не могу другого еще не повторографировать, не позаписать. Еще не смонтировал видео, которое мы готовили к Петре и Февронии, как бы о дедушке, которого вы смотрели, который ходит на могилу к своей бабушке, дал обед в преклонном возрасте. Я смонтировал уже, вы вполне его могли увидеть и в контакте на стене, и на ютубе, куда я его загрузил. А вот опрос людей по поводу семьи, современного отношения к семье, потому что у нас неоднозначные отношения к семье, особенно если посмотреть на Европу. поэтому разные моменты еще я их не смонтировал, не загрузил. Постараюсь оперативно все это сделать. Вот почему занимаюсь блогерством? Потому что нужно заниматься просительной деятельностью, проповедовать, говорить о Боге и все, что с ним связано своим личным примером в том числе. если можно следующий вопрос, если у кого-то есть. Надо было мне, ну мне не перед компьютером, вообще надо было перед компьютером сесть. Здравствуйте. Там как бы на бачке онлайн у меня там есть как даже не знаю, такая группа небольшая, где задают вопросы. Тоже очень много вопросов задали опять по семейным отношениям, задавали вопрос. Вот хороший вопрос пока вспомнил. Сейчас Валентина я отвечу тоже на ваш вопрос. Значит, теща всю кровь нашла крестик по дивану ничейный, а вот нашла. Вот она что с ним делать? Она взяла и выкинула мусорку. подумала что это кто-то наколдовал. Но это очень кощунственно, конечно, так нельзя ни в коем случае делать. Крест это наша наоборот защита от видимых и невидимых, а не какая-то порча и тому подобное. Крестом когда мы осеняем и себя ограждаем как себя, так и другого, кого мы можем перекрестить от всяких происков лукавых, но никак какую-то крестом порчу можно навести. На кресте кто распят? Господь. А Господь вреда никакого человеку не может и не хочет сделать. Он, наоборот, ограждает. ну бывает, конечно, попускает по нашему нерадению безразличие к своей душе. Он иногда нам попустит трухануть так, чтобы мы вспомнили кто мы, зачем мы на этой земле, чтобы в своем духовном жиру не заплыть. А вообще, конечно, Господь любит каждого человека и поэтому пошел найти крестные страдания. Но ни в коем случае нельзя таких вещей делать. Надо крестик обязательно этот найти и положить в ту уголочку. Возможно, у кому-то понадобится или как минимум отнести в храм. И вот по крестику еще один вопрос мне задавали. Говорит, у меня когда-то крестик покупали, он лежит, а можно ли его на крестинах подарить? Вот я крестная мать. Если вы им не пользуетесь, пожалуйста, осветите и подарите в принципе вопросов нету. Вообще с крестом часто вопросы задают, ни судьба не передастся ли того человека, кто этот крест носил. Но это, знаете, суеверие, это такое маловерие, суеверие, боязнь чего-то такого неожиданного. мы православные христиане, мы не должны бояться ничего, даже смерти по большому счету, особенно если за Господа. Так, зачем священник вытирает ложку после каждого причастия? Ну, я, честно говоря, не знаю, зачем он это делает. Я никогда такого не видел, чтобы священник вытирал лжицу. Вообще, за всю историю православия никогда такого не было, что кто-то заболел, причащаясь после кого-то той же самой лжицей. Эта ложка называется лжица, правильно. Никогда никто не заболел, как минимум, скажем так, из-за того, что причастие готовится на просварение на вине, и даже при мы разводе это вино теплотою, водою, все равно небольшой маленький процентик остается градусов, как минимум они убивают. А как максимум, почему никто никогда не заболел, потому что это тело и кровь и ста, которые наоборот являются созидательным моментом как для души, так и для тела. Вот. Смотрели кино терминал 2004, там и там Хэнкс снимался. Честно говоря, наверное, не смотрел. Посмотрю, потом в следующих эфирах поделюсь своим мнением по поводу этого фильма. Не знаю, о чем фильм, пока ничего мне не говорит. Вообще, фильмов я не так много смотрю. Запрещенная музыка это какая музыка? Вообще, фильмов не так много смотрю, потому что не так много очень времени. Чаще всего хочется хотя бы поспать немного. Я с этим православным золом вообще по час два спал. Но трейлер некоторые смотрю, чтобы быть в курсе каких-то новинок, потому что за них все равно спросят. как раз Валентина задает вопрос. Я о музыке чуть-чуть после этого отвечу, поскольку у нас о фильмах речь пошла. В кинотеатрах идет фильм Матильда. Как вы к нему относитесь? Он еще пока не идет. Я думаю, он вот-вот будет. Его заявили как исторической сенсацией. Мое отношение к нему крайне негативное. Почему? Потому что там уничижается как и морально-нравственная, как просто умственные способности Николая Второго. То есть это о царской семье. Кто такой? Матильда это балерина, который любил Николай Второй до своего брака с царицей Александрой. Вот. Но когда уже пришлось скажем так пришло время жениться, то все эти отношения закончились. Но за Николая Второго показывает, что он какой-то озабоченный, недействособный, немогучий управлять государством. Но это просто глумление какое-то над памятью царя Николая. сначала я удивился, почему вот именно в 17-м году столетие как бы прошло от революции, что в этом году выпустили такой фильм, а потом как бы все стало на свои места. Ничего удивительного, как тогда расстреляли, так и сейчас пытаются скажем так добить и извратить его память. В чем опасность? Вот по сути по большому счету некоторые призывали к запрету этого фильма выступить с какими-то плакатами и тому подобное. Понимаете, церковь постоянно против чего-то, против чего-то. С одной стороны, она не против чего-то хорошего, но я думаю, что постоянно говорят, что все плохо нельзя, наверное, говорить, а вот высказать свою точку зрения церковь обязана, потому что это, наверное, последний институт нравственности. Потому что посмотрит молодежь, не знающая толком историю, а как приходится общаться с молодежью, к сожалению, мало чего знают. И посмотрит, вот какой Николай II был, а еще его святым назвали. Ну и вот что дали, то и скушали. Поэтому отношение к этому фильму крайне негативное. Никому не благословляю смотреть этот фильм, дабы не поколебать себе веру и не соблазниться на всякие поиски лукавого. Вот. Ну а о музыке вернусь. Запрещенная музыка это какая музыка? Я бы сказал так, запрещенная музыка это та, которая убивает нашу душу. Что значит опять-таки запрещенная? Практически никакая музыка не запрещена. Вы посмотрите какой только музыки нету и тяжелый рок и какой только нету. Другое дело какая какую не благословляет ваш духовник, какую бы не нужно слушать музыку, которая разрушает как душу, как психику, как мозг. У нас мало кто слушает классику, которая очень положительно влияет на все. Возьмите хотя бы изумительный документальный фильм называется Тайная Воды. И вы посмотрите о значимости слова, о значимости музыки и поймете насколько на структуру не на состав H2O, а на структуру влияет положительно или разрушительно в частности слово или та же самая музыка. Вот и вы поймете какая полезна и какая не полезна. Я бы не стал говорить какая разрушающая и даже не разрушающая запретная и запретная. Ну вот еще раз повторюсь та, которая уничтожает все. Мы православные христиане должны как минимум слушать ту музыку, которая полезна. Это классика, это мое частное мнение, это классика, это духовное песнопение, это может быть какая допустим народный фольклор, это есть поп-музыка хотя бы со смыслом, может это какая-то советская эпоха, ну и современные есть какие-то исполнительные, которые тоже со смыслом песни поют, но их очень мало. Нужно ли беременами держать посты, как часто нужно причащаться? Хороший вопрос, конечно тут надо посмотреть сколько мы постимся, вообще в идеале поститься три дня, раньше вообще месяц некоторые постились, готовясь к этой духовной встрече со Господом, принятие его в себя, как говорят, соединиться со Господом здесь, посредством причастия тела и крови, чтобы соединиться с Ним на Небесах Жизни Вечной. Вот, ну, причастие для беременных, опять-таки, смотря какой период, благословляет духовник, и что вы вкладываете, опять-таки, в пост. Если по момент диеты, то тут можно постной пищей нормально питаться. В плане общения, осуждений, там, подобное, то, конечно, надо постараться воздержаться. Но, я думаю, это нужно не только в пост человеческий образ иметь, а не хамский. Так, немножко притермаживает интернет. Вот, а что там еще, как часто нужно причащаться? Я уже немножко ранее об этом говорил, причащаться нужно минимум четыре раза в году, когда посты, это сугубо время для нашей души. А вообще в идеале причащаться каждый месяц, как святые отцы говорили, кто причащается реже, чем раз в месяц, того душа и тело слабняты, лукавы, может сотворить с ним все, что угодно. Поэтому в идеале каждый месяц. Первое христианское время, скажем так, люди шли в храм, заведомо как бы уже шли причаститься, соединиться с Господом. Ну, конечно, надо тут понимать, что нужно исповедоваться, нужно готовиться, молитвы причастить, читать, а не просто подошел, вот, пожалуйста, батюшка, вы причастите. В таких случаях это неприемлемо. Можно без всяких подготовок, если это уже крайний случай, там, предсмертный, а так, конечно, нужно готовиться. Мы идем ко Господу. Так, батюшка, ответить, считается ли грехом пить алкоголь? Ну, конечно, считается. Опять-таки, почему считается? Потому, что Господь дал человеку тело, которое мы должны не убивать, а созидать, а убивая алкоголем тело, в том числе беда приходит и для нашей души, и для других. Посмотрите на фолии алкогольного опьянения, есть и убийства, и чего такое нету. Поэтому, конечно, это грех для души и тела. Считается ли грехом гомосексуализм? Конечно, считается. Это содомский грех, и, как вы помните, Господь за этот грех уничтожил два огромных мегаполиса Содом и Гоморру. Конечно, считается. Я тут безальтернативен. Прости, милосердие Господи, я очень негативно отношусь к этим людям. Не должен, конечно, потому что я должен осудить грех, а не людей. Жалко мне этих людей. Я нормальный человек. У меня супруга, дети. Я за нормальную, здоровую семью. Без всяких извращений. когда тебя оскорбляют, а ты христианин, с христианскими соображениями не отвечаешь, на душе становится очень плохо. Остается осада, как с этим справиться? Ну, конечно, тут такой момент вопрос относительно терпения, смирения, вопрос относительно прощения, вторущики. Опять-таки, тут надо поступать по ситуации. Может, человек пьяный или неуравновешенный, опускаться до его уровня не стоит. Вот. А иногда нужно защитить свою честь и достоинство, а тем паче честь достоинства или душевное состояние другого человека, то есть выступить миротворцем. Но если уже пора и сошел конфликт, нужно посмотреть, кто в нем виноват. Если ты виноват, то ты должен извиниться, а если другой человек, то молиться в его вразумлении, а саму как минимум сказать, что не сдержался, прогневался, не до конца не смог быть православным христианином. Потому что все-таки мы должны быть выше. всякого рода гнева и злоба и тому подобное. Смотрели ли «Зеленая миля» очень сильно фильм? Да, смотрел, очень давно я фильм смотрел. Ну, интересный, неоднозначный, все же так, с художественным определенным вымыслом, но тем не менее, наверное, имеет место на существование. я вообще вам рекомендую посмотреть такой полупророческий фильм называется «Время». Поверьте, у нас постепенно пытаются из обихода вывести бумажные деньги, все, карточки переходят, а со времени карточки не будет. Вот в этом фильме, в принципе, такой достаточно пророческий фильм называется «Время», что возможно будет. Вообще много фильмов можно порекомендовать интересных, как таких художественных, даже порой фантастических, но и в то же самое время много есть хороших духовных фильмов, которые выпускают. Это «Монахи. Бес», это «Остров», это «Притчи». Там много можно посмотреть. Вообще мне из области не церковных фильмов, но таких полуфантастических, мне последние фильмы таких я смотрел «Книга Илая». Вот тоже так вот понравился мне. Еще один из последних фильмов, вот сейчас я название не вспомню, но на стену себе я выложил фильм, там и сам фильм, и трейлер к нему. Это вот такой хороший фильм для эгоистов, самовлюбленных, самоуверенных, как вот один человек путешествуя, попал в такую тяжелую ситуацию, когда ему руку прижало, что в итоге пришлось ему ее отрезать себе, чтобы вообще выжить. Пошел несколько суток, что-то около даже недели уже на грани выживания находился. Такой жизненная ситуация для эгоистов. Пусть рекомендую, посоветуйте таковым, если у вас есть. А если, ну, прости господи, у вас есть такое, ну, тоже было бы неплохо посмотреть, когда и с мамой, маме не ответил, а мог бы ответить, хотя бы уже искали где-то его. Вот, вообще надо проявлять послушание, любовь к своим родителям. Это самая цена, что у нас есть, которые никогда не предадут, не бросят. Есть разные, конечно, родители, но я о нормальных говорю, не о самых лучших, а о нормальных. Вопросы, если еще есть, буду рад ответить. Что делаешь, если не читаешь Библию? Что делать, если не читаешь Библию? Не знаю, что можно делать, если не читаешь Библию? Вообще, что такое Библия? Давайте обозначимся. Это книга, это свод, сборник книг до Рождества Христова о жизни еврейского народа и по Рождеству Христову, в том числе церковной жизни, первая христианская, апостольские послания, деяния апостолов, и последняя книга апокалиста, откровения Иоанна Богослова о последних временах, как это будет. Вот. Ну, если тебе это неинтересно, насильно, конечно, не надо заставлять, невольник, не богомольник, но я еще раз повторюсь, я как-то о предыдущих эфирах говорил, что я вообще первый раз самый, когда я не в Сане был, просто вот ради любопытства, Библию читал просто как какой-то детектив экшен определенный. Мне прям очень понравилось. какие-то стратегии, это какие-то такие интересные переживания человеческие. Ну, а Евангелие это жизнеописание Господа нашего Госхриста, которому очень много находим ответов на свои жизненные вопросы. Если у вас есть духовник, я думаю, однозначно благословит вам читать хоть понемножечку. Вот. Ну, а что делать? Читать? Начинать читать. Понемножечку нужно. Я ее никогда не читал, но она DVD был диск Библия в анимации. Ну, с минимум можно начать с анимации в картинках, в иллюстрациях, в фильмах. Ну, можно, конечно, с минимум начать. Но, опять-таки, всегда лучше читать книгу, она больше, лучше запоминается. Как я думаю, многие со мной согласятся, что одно дело посмотреть фильмы, когда почитаешь книгу по этому фильму, иногда по-другому совершенно некоторые вещи для тебя, они воспринимаются. Поэтому Библия – это изумительная книга, как и мудрости Соломонова, притчи Соломонова, как и книга экклесиасов, взаимоотношений семейных. Ну, изумительная, по сути, это духовный опыт людей, которые, святых людей в том числе, которые старались оставить это наследие для нас, чтобы мы не повторялись ошибок их, учились на их опыте, ну, и умножали свой в то же самое время. Так, 33 минуты. Еще есть вопросы. Чтобы вы посоветовали молодежи заниматься в свободное время. Свободное время. Вот я, честно говоря, вам в добром смысле этого слова завидую. У вас еще есть свободное время. Чем заниматься? Читать? Ну, хотите, банально это может звучать, но это развивает, потому что когда начинаешь общаться с молодежью, я, допустим, не сильно богослов и не всегда могу там быстро сформулировать мысль, но я когда смотрю, особенно вот недавно мы на этом форуме были, некоторые ребята просто двух слов связать не могли, сформулировать свою мысль, но это мрак, еще о какой-то свободе и тому подобное пытались говорить, потому что свобода должна быть благоразумной, а никогда ты сам не знаешь, что сказать. Поэтому, конечно, читать, увеличивается, кургазор, можно какие-то просветительские смотреть, образовательные фильмы, допустим, я очень люблю «Неджигал», географика, смотрел культура канала, я в общем все люблю, что созидает, где есть мозги, а не просто одна картинка с никакой информацией, я люблю полезно проводить время, вот, спортом заниматься тоже нужно, потому что в здоровом теле, говорят, здоровый дух, но я бы сказал наоборот, когда твердый дух, здоровый дух, тогда и тело подтягивается, так, надо будет ее обязательно прочитать, только рассказ «Белый клык», дочитаю, ну, Бог помощь, дочитайте, вот так вот, ну, если вопросов больше нет, наверное, будем тогда завершать на сегодняшний эфир, вначале я немножко переживал, что вроде никто не подсоединяется, думал, какой-то сбой, ну, слава Богу, все хорошо, если все-таки еще вопросы есть, задайте, вопросов нет, спасибо большое, и вас спаси Господи, премного благодарен, что вы нашли время, пообщались со мной таким образом, надеясь, чем-то был вам полезен, храни вас Господь, спокойной ночи, ангела ко сну, с вами был священник Константин Мальцев, храни Господь, аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Дубровскому,